Детская площадка во дворе дома номер 4 по советскому проезду давно нуждалась в реконструкции. Проект нового игрового комплекса разрабатывался совместно с жителями. Здесь основной малоархитектурной формой будет так называемый элемент ДНК, то есть это большой маф, по которому можно лазить и вдоль, и поперек, и вверх, и вниз, с двумя горками. Одна горка европейская локтевая, где ребенок на локтях прям может съехать. Вторая стандартная в форме трубы. Площадка будет оснащена игровыми элементами для подвижных игр. Также будет произведено обновление спортивного сектора. Для малышей предусмотрена песочница и несколько видов качелей. Чтобы качели были для деток. Здесь не было качели, которые закрываются. Вот только на большой, все. Приходится туда ходить. Горка с такой загубленкой. Еще что? Песочница такая. Контракт на выполнение работ по установке нового игрового комплекса был заключен с муниципальным бюджетным учреждением Дорсервис. Работы уже ведутся в течение двух недель. Это были подготовительные этапы. Сейчас мы видим с вами, что готовится основание. И я думаю, что в течение двух недель мы эту работу закончим. На объекте работает одна бригада из четырех человек и техника. Снимали основание, старый берег. Мы делаем новое. Подсыпаем песок, киодекстил. Уплотняем песок, киодекстил. Потом щебень. Также будем уплотнять. И асфальт сверху. Стоит отметить, что эта придомовая территория включена в губернаторскую программу по комплексному благоустройству дворов. Все пожелания жителей учтены. В ближайшие выходные еще раз проведу жителями встречу. Послушаю, что они думают. Предложения в плане, точнее, не в плане, а в части озеленения. Может быть, клумбы какие-то рассмотреть. Еще какие-то варианты. А так, в целом, подрядчик приступил к работам. Все на контроле. После асфальтирования территории уже другая бригада установит малоархитектурные формы. Далее будут проведены работы по укладке резинового покрытия. Ремонт планируют завершить к 1 декабря. Наталья Буслаева, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.